Я поехала в тур Будапешт, Прага, Дрезден, Вена. И потом поняла, что это был автобусный тур, после этого я поняла, что я хочу ездить сама, что это возможно, что за границей вообще не страшно. Побывала только в Европе, и в Азии чуть-чуть, в Ближний Восток Азии всего 33 страны. Это было больше месяца, оно началось с поездки в Исландию. Да, мы там поехали зимой посмотреть на северное сияние. И через Норвегию мы попали в Исландию, перелетели в Исландию, попутешествовали там. Это было дней 10, наверное. Потом еще месяц я ездила по Европе. Нету такой страны. Нет, нету. В Нидерландах я бы хотела пожить, в Голландии очень. Мне так нравится Амстердам. Я вот просто... Бывает такое чувство, вот когда ты смотришь фотографии, и просто аж, ну такое, по телу проходит какая-то, не знаю, ну не дрожь, а такое приятное ощущение. И тебе прям аж хочется туда поехать опять. Путевые заметки – это проект для путешественников. Его создала Таня Франчук. Насколько я помню, уже в 2012-м я, по-моему, приходила на встречу. То есть он уже очень давно существует, больше трех лет. Я начала вести проект уже больше двух лет. Собираю путешественников в разных кафе, локациях в Киеве. И слушаем интересные истории с путешествием. Сказать, что я готова на многое ради путешествия, уже я, наверное, такого не скажу. Иногда хочется сорваться и куда-то уехать. Но вообще путешествие должно быть осознанным. Сувениры и подарки для гостей, ну кто-то меня принимает для хостов. Маленький такой флакончик с духами. И всегда есть шоколадка. Люди не знают, куда они полетят. Они узнают об этом за 24 часа до вылета, либо за 3 часа. Это уже совсем экстремалы, если. Они узнают о городе, куда они полетят на выходные. Они прибывают в город. У них есть уже отель, жилье. И у них есть расписанная программа. То есть у них есть квест. Знакомство с городом происходит через квест. То есть они смотрят и места, которые знамениты в этом городе, которые являются достопримечательностями известными. И также смотрят места, где любят проводить время местные жители. Я буквально вчера читала статью о том, что Шотландию выбрали самой красивой страной в мире. И Шотландия – это одна из таких направлений, стран, в которые повалят сейчас туристы. Исландия, Норвегия – это вот то, что я и по своей ленте вижу, и по статьям. Украинцы чаще всего ездят в Европу. Тем более сейчас. Потому что близко, потому что понятно, потому что недорого. Когда ты вот едешь, зашел в самолет, все, оставь все, что с тобой происходило до этого. В Украине ты летишь отдыхать. Вот нужно быть открытым миру, как говорят. Это немножко избитая такая фраза, но это правда. Когда ты успокаиваешься, ты понимаешь, что все, ты в путешествии, ты должен взять максимум от него. Не, на самом деле взять максимум – это то, что так громко сказано. На самом деле ты должен просто расслабиться и дать природе, вселенной, кто как это называет, просто сделать какое-то чудо в твоей жизни. Попробовать немножко узнать об их культуре до того, как ты едешь, например, туда. Или посмотреть, какие места они любят. Среди местных есть тоже такие люди, как и мы. Это мы думаем, что, например, есть какие-то стереотипы всегда. Например, стереотипы, что немцы слишком строгие, да, они следуют правилам. И человек уже едет с таким ожиданием, что в Германии ему нельзя там не посмотреть в другую сторону, не сказать что-то не так. Но на самом деле среди немцев есть тоже такие люди, которые очень азартные, которые очень веселые, которые не следуют правилам, которые такие, как они говорят, open-minded. Конечно, я пробовала. Читала про немку, которая путешествовала без денег. Она просто делала какие-то добрые дела людям, которые ее встречали на пути, точнее, которых она встречала на пути. И она там то жила у них, то они ее кормили за это. Ну, я так совсем бесплатно не путешествовала. Я путешествовала просто экономно. Самое длительное мое путешествие по Европе за месяц, оно мне обошлось где-то в 300 евро. Я хотела бы в Португалию, попасть в Португалию, в Порто, и в Лиссабон, и на побережье, да, к морю. Путешествие лучше, чем... да чем много чего, чем вкусный торт.